Девушки отдыхают Гости из будущего было очень жизнеутверждающим кино, несмотря на сюжет про космических пиратов, за что её, собственно, и запомнили. А тут почему-то прям сразу Стэнли Кубриком повеяло, и эта Амбре будет до середины фильма сохраняться, хотя начали вроде как за здравие. Мужик похож скорее на Капитана Полоскова, играет Капитана Полоскова и в рамках сюжета отдувается за Капитана Пегаса Полоскова. Ты педан, зелёный. Причём тут вообще зелёный, которого, к тому же, весь СССР уже знал, если не по книге, то по адаптации другой повести. Что? Что это такое? Этого не может быть. Нафиг террариум и свободу попугаем, пока не наступят или не сядут. И не лягушка, а заколдованный принцесс. Её дал мне волшебник Ууу. Вот так взял и дал. Заколдованную принцессу. Вы только вдумайтесь в эту фразу. И да, вы правильно поняли, в книге Булычёв такой чепухи не писал. У него были оба этих персонажа, но на малость других местах. Это Чёрный Странник. Чёрный Странник? Космическая смерть. Если этому шаровидному чему-то даже название дали и космической смертью обзывают, то по логике хоть кто-то во всей галактике уже должен знать, что это, с чем его едят и чем эта штука опасна, разве нет? А дело всё в том, что в первоисточнике Пегас не напоролся случайным образом на корабль Чёрный Странник, АК Бюджетная Звезда Смерти, АК Рояль в кустах. Там был целый отдельный сюжет об искусственной планете Бродяга и её животном мире, о том, что с ней стало и о том, как её исследовали. Не просто ж себе так в команде помимо космобиолога Селезнёва ещё и штат археолога вымелся. Отсюда целых три причины, почему главным героем на сей объект было не наплевать и от него не держались подальше. А кусок о том, как его нашли, у Балычёва старательно латает сюжетные дыры, на которые в адаптации благополучно забили болт пассатижами. Капитан попёрся нюхать воздух на Чёрном Страннике без оружия. И это к тому, что в повести было по сонному бластеру наружу, включая даже Алису. Громозека. Местный Громозека похож на первоисточник разве что тем, что у него конечностей больше четырёх штук и тем, что он зелёного бесит. Благо, это не особо мешает тащить фильм лучше, чем кто бы то ни было, и в отрыве от книги вопросов к дизайну тоже особо нет. И естественно, в первоисточнике именно Громозека с планеты Чумороза был тем самым штатным археологом, а на рояле с планеты Кустов на борту Странника никто, ясное дело, не натыкался. Как и на видео записываемые убийства экипажа чёрного чайника в фулл хд с десятка камер сразу. А я полагаю, что Алисе следует посетить Странник. Мягко сказано, иначе ведь сюжет не случится. Последний обитатель этого корабля умер 26 тысяч лет назад. Вот это уже похоже и на правду и на первоисточник, они... На вымершем разбойничьем корабле водятся пауки. При этом шараха за бесшлемовое оружие, конечно же, безопасно, хотя причины гибели экипажа пока не уточняли. Немедленно выброси эту гадость. Многоуважаемый профессор. Громозека настолько тащит, что спасает сюжет от общей с чёрным чайником участи. А в первоисточнике так и вообще откапывают информацию о лиловых шарах раньше, чем сами шары. Которые после этого целенаправленно ищут, а не случайным образом утаскивают плохо лежащий двигатель сюжета. Здесь запись последних минут жизни чёрного странника. Которую вообще непонятно каким образом выцепили. Зелёный вроде как на бегас налегке возвращался. Уголок юного химика. На кой ляд эти маски вообще нужны, если они защищают от той гадости, с которой вас тут работают? И почему их носит охрана, или кто это вообще-таки в идиотских скафандрах, но не носят эти придурки? Постановка следующей сцены вообще тушит свет. Кто-то кидает кого-то вниз и прыгает следом. Чуваки с какими-то трубками на мордах мелькают один раз и больше не появляются. Кто-то ходит паровозиком, а потом на ровном месте падает. А стрелять начинают только эти два дебила в конце, при том, что пушки есть у всех. На космическом корабле валяется на столе и хранится тупо на полках всякое барахло. Да и вообще интерьер напоминает скорее футуристичное здание, а не космический корабль. Хотя бы потому, что таких дураков, которые тащили бы на борт настолько громоздкие конструкции из-за нифига не легких материалов, даже в будущем, скорее всего, будет мало. Ты знаешь, что оказалось в лиловом шаре? Вирус вражды. Экспозиция на словах. Нет, понятно, что описанное Булычевым с этой целью кровь кишки для сего кино перебор, но хоть бы Селезнев на камеру в лаборатории позалипал для приличия. А то ведь непонятно даже откуда такая инфа вообще взялась, если первый источник не читать. Он взорвется в 8 часов 45 минут, 16 августа 2087 года. Сегодня шестой. Мало того, что тон кино развернулся на 180 градусов с прошлого раза, так сюда еще и жпоголизма всыпали пару половников. Правда, мне такой подход даже субъективно понравился, причем настолько, что я сейчас отсыплю свой субъективный минус пятерик. Но если воспринимать фильм как сиквел Густи, можно вывих мозга заработать. И добить это все тем, что Весельчак внезапно играет Громозеку, Физрук, Зеленого, Ёлки-Палки, а этот левый чувак теперь оказывается профессор Селезнев, при том, что оригинал куда-то запропастился. Они были в эпоху легенд. Вопрос, зачем настолько заранее уместен, но ответ на него надо было читать первоисточник. Как и на вопрос, какого хрена именно Земля. Как и на вопрос, что за дебил мог намеренно разбить шар с биологическим оружием. Зеленый принял решение доставить шар на Землю. На пути черного чайника, летевшего завоевать всех человеков, совершенно случайно образовался корабль, экипаж которого совершенно случайно оказался способен оценить угрозы и попытаться принять меры. Действительно, зачем нужны ремни безопасности, если есть волшебная искусственная гравитация? Которую первоисточник, между прочим, прописал и худо-бедно обосновал, но нафиг надо этим воспользоваться. Благо, в остальном сцена сделана очень отлично. Даром, что и сопли и спичек. И в дальнейшем фильму такого будет сильно не хватать. Говорит профессор Селезнев. Нам необходимо срочно сесть на Землю. Вызывайте специалистов по вирусу. Извините, профессор, но я не могу рисковать здоровьем людей. Клишированное фатальное недопонимание. И ученые кипяченые на то и ученые, чтобы забрать всю информацию, которую могут и тыкать в лице фактами, а не кое-как пересказывать. Вторую серию приключенческого фильма «Битвы в черной галактике». Правда, в диспетчеры тут тоже понабрали баранов святыми рогами из-за того, что Громозека здесь куда сдержаннее своего прообраза и не начинает психовать и ругаться по радио. Дамы и господа, на этом весь экшон, который нам предлагает сия фильма, по факту заканчивается. В первоисточнике при этом вполне себе винтили руки и стреляли из бластера. А я быстренько бегу к машине времени. Машина времени прямо на борту Пегаса это очень удобно и очень удачно, я считаю. А то, знаете ли, связи поднимать в заповедник сказок, тащиться, время тратить. Причем нет безысходности, а по плану А сразу провернуть авантюры и сразу искать этот поганый шар. А сразу искать, потому что Балычев, скорее всего, был не дурак. И таких вот телег... И найти противоядие на случай взрыва. В книге не было, и там это даже обыгрывалось. За пару дней изобрести прививку и иммунизировать всю биосферу, начиная от человековых огурцов на грядке и заканчивая медведями, инфузориями и шпротами, сами понимаете, насколько легко осуществимо. И даже если сделать поправку на непонятные свойства киношного вируса вражды, которые не факт, что действуют на неразумных существ, тривиальной задачи тоже не становятся. Это же эпоха легенд, а вы никогда там не были. А у меня и знакомые там есть. Какие знакомые? Такие? А что за эпоха легенд, объяснять, похоже, вовсе не обязательно. А бы, значит, в каких таких временных рамках эти новости образовались, тем более. Хотя, возможно, так действительно лучше, а то вот еще картина масла. Между третьим и последним ледниковыми периодами, прямая цитата из первоисточника, пацан по имени Герасик откуда-то взялся. С технологией перемещения во времени тут совсем какой-то бардак. В прошлом фильме богатая таксофонная будка, в первоисточнике просто будка как будка, а тут на отправлении сей вот девайса на прибытие непонятная спиральная штукенция. Я имею в виду обратно-то как? Да что ты будешь делать, и тут крепота косяками поперла. Выпуклые буквы. По-моему, даже обезьяна догадается, что продолбить в камне несколько бороздок таки сильно легче, чем обдирать целый слой. Дракончик. Дракоша! То ли Гусева просто не вывозит, то ли ей наплевать на происходящее, ругаться с ней не рискует, то ли какой-то кретин решил, что здоровую девку в фэнтези с отрядной примесью мрачника надо отыгрывать абсолютно точно так же, как и соплю из радужно-сахарноватной кости. Усугубляет положение сценарий, который тоже написан под соплю и ломает из главной герои не совсем уж инфантила. И не лягушка, а заколдованный принцесс. Кстати, напрочь непонятно зачем. При имеющихся вводных конкретно эта повесть из цикла вообще так себе материал для экранизации, которая, как следствие, даже на самом базовом уровне сломана. Это 10, увы и ах. А если уж прям так свербило успеть снять Гусеву хоть в каком-то продолжении, то для этих задач просился тот же день рождения Алисы, я считаю. По тону и по смыслу похоже и на шары на гостю, не страдает передозом сказочности и не требует челябинских спецэффектов, а неуместную детскость есть куда довольно безболезненно слить. В итоге, во-первых, не получилось бы бледная тень одновременно первого фильма и других нормальных советских киносказок. А во-вторых, наверное, не случилось бы вот это г**но. Даже если декорации из фанеры и отраканьях какашек, разве так сложно было приляпать череп ровно? Я видел яйцо! Герасик в кустах, который видел яйцо в кустах. И если первоисточник хотя бы как-то отмазывается и чуть ли не прямым текстом обозначает рояли в кустах, невероятные совпадения и прочие сюжетные чит-коды в рамках конкретной эпохи легенд такой же нормой, как дождь или снег, то экранизация об этом забывает. А вот с координатами второго яйца такая отмазка не канает, оно к эпохе легенд немножко не относится. Однако эту дыру можно было в два счета закрыть бортовым журналом черного чайника, который все равно уже ввели. Какого фикуса здесь вообще происходит? Куда эти двое бежали, если умудрились опять напороса на птенчика? И в целом, что у вас тут за эпоха легенд такая... страдающая? Палево. Ага, да, чё ты докопался до практических эффектов 30-летней давности? Да потому что в большинстве кадров как-то умудрились так ракурс подобрать и свет расставить, чтобы челябинские спецэффекты хотя бы в глаза не бросались, а тут, знаете ли... Или это такое метафорическое изображение реальной кустовой тяги, при помощи которой Алисе шапку-невидимку подкинули? Клишированный злодейский пинок собачки. Волшебник полчаса вынимает шапку и еще полчаса растворяется в воздухе, прежде чем чайник принимает решение таки стрельнуть. И мажет. Нет, я в курсе, что в первоисточнике чайники тоже несколько туповатые, но не до такой же степени. Да и в целом, косить одновременно под имперских штурмовиков и Дарта Вейдера с планеты Вулкан там никто не стремился. Кажется, они собираются улететь. Вопрос, куда улететь, в фильме по факту остается открытым до посадки в лесу. Вдруг они воздух понюхали и обратно на базу собрались, а шар привезут только через пару дней следующим рейсом. Но закрыть эту дыру опять можно было борт-журналом. Вопрос только нужно ли, в первоисточнике план чайников подслушал волшебник. И здесь никто не пристегнут. При том, что катер летит и стоит в очевидно разных положениях. Кстати, в этой вот сцене из него явно больше народу вылезло, чем сейчас нам показывают. Вот уж спрятали, так спрятали. Тем более, если допустить, что чайники планировали, как и в первоисточнике, дожидаться индустриального века. И если что, с легкой руки Булучева шарик в Гималаях заныкали на секундочку. Хорошо, хоть реально кустового Иванушку дурачка убрать додумались. Как там наш громозейк? А что ему в адаптации сделается? Это в первоисточнике, людоед был и больше, и сильнее, а бабка злее, и громозейку там хоть и с трудом, но скрутили. А здесь Алиса с Герасиком побежали искать яйца, простите, катер самостоятельно. Видимо, потому что кидать бичей с обрыва интереснее. Эт чё, репейник за куклу зацепился? Волшебника У... Ух... У-у-уха, блядь. В будущее притащили мало того, что непонятным образом, так ещё и по весьма тупым причинам. Волшебник Оох из повести на простофиле был похож меньше всего, и выкинуть бяку к чертям собачьим додумался на месте. Как следствие, вопросом о том, как Селезнёвы с Зелёной отбрехались от мозгоправов, было неоткуда взяться. Полагаю, не я один совершенно не вдупленный, какой чёрт линия с принцессой вообще нужна была. Алёша... Кто, простите? Подозрение на массовый психоз. ... ... ... Продолжение следует...